Мы сейчас находимся в лаборатории оксикарбонитрации. Процесс оксикарбонитрации – это процесс упрощения поверхностей металлических, остальных и чугунных изделий атомарным углеродом и азотом в растворе на основе саната калия. В данном случае у нас перед вами 4 ванны основных, ванна предварительной подготовки изделий. Здесь изделия нагреваются при скарбонитрации и происходит поверхностное насыщение кислородом. Вторая ванна, основная ванна – ванна карбонитрации. Здесь происходит именно насыщение, как я говорил, атомарным углеродом и азотом. Температура этой ванны максимальная. Насыщение происходит еще за мужем. В трубочках подается кислород постоянный. Следующая ванна идет ванна нейтрализации и охлаждения деталей. И последняя ванна, четвертая ванна, тоже охлаждение. И пятая ванна – это ванна промывки деталей. То есть процесс заключается в последовательном перемещении корзины деталями, перемещении из одной ванны в другой. В каждой ванне определенное количество времени находится изделие. Максимальная длительность находится во второй ванне карбонитрации. В процессе карбонитрации мы контролируем время нахождения деталей и температуру в ванной. Ну и наличие кислорода в воздухе. Цель оксикарбонитрации в основном – это насыщение, как я говорил, упрощение поверхностей стальных и чугунных изделий в данном растворе. То есть повышается в результате карбонитрации поверхностная твердость деталей, коррозионная стойкость, износа стойкость, ну и ряд других характеристик. Большая часть изделий нашего завода проходит именно в лабораторию или процесс карбонитрации. Начиная от откидных болтов, маленьких винтиков, гаечек и доканчивая крупные изделия, которые могут поместиться в ванну. Был штака, вот предварительно, вот был шток такой наплавкой, после карбонитрации получается такой силен. После полировки его можно в работу отдавать. Практически этот процесс оксикарбонитрации – это последний процесс технологической цепочки изготовления изделия. Вот это деталь одного из наших приспособлений. Если бы мы ее термообработали, ее бы все повело, это раз. Второе – образовалась бы окалина на поверхности после термообработки. Это два. Третье – мы бы получили внутри изменение структуры металла, твердость металла внутри, а это нам в этом случае не нужно. Это три. А здесь мы получаем упрочнение изменения твердостных характеристик поверхностного слоя, причем без образования окалины, без изменения структуры поверхностного слоя, благодаря тому, что карбонитрация происходит при температуре 580 градусов, что не изменяет структуру металла. И в итоге после карбонитрации не требуется чистовая обработка. КОНЕЦ КОНЕЦ История завода очень интересна. В 2003 году было три конструктора и два рабочих, которые делали новые образцы арматуры. За 10 лет стало 200 работающих, два полнокровных цеха и современное оборудование. К нами за короткий период, за последние два года, закуплены станки в Италии, это обрабатывающий центр Тревизан. Шесть станков дополнительно, куплены станки ЧПУ последнего поколения, в Стайване, ну и универсальное оборудование китайского производства. У завода сегодня большие возможности, как в качестве, так и в количестве выпускаемой продукции. На сегодняшний день завод выпускает порядка 3000 единиц мелкой арматуры и порядка 120 единиц крупной арматуры. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Барнаульский котельный завод, которому сегодня исполняется 10 лет, представляет собой современное предприятие по производству энергетической арматуры. Изначально, 10 лет назад, когда было принято решение на базе коллектива, на базе тех наработок и опыта, персонала конструкторского, производственного Сибэнергомаша, создать предприятие, задумка была создать предприятие, которое будет производить арматуру лучшего качества, нежели производилась. Арматуру, которая востребована, арматуру, в конструкции которой будут учтены последние решения, последние новинки отечественного и зарубежного арматуростроения, естественно, применительно к тепловой энергетике. За те 10 лет было сделано многое. Во-первых, создан коллектив работоспособный, инициативный и сплоченный. Второе, производственная база. Это высокая точность, это высокая частота поверхности, это гарантированное качество. При изготовлении деталей практически исключается человеческий фактор. Предприятие ни единого года не стояло на месте, будь то годы становления, будь то годы кризиса, или послокризисные, которые оказались не более легкими годами. Каждый год мы ставили на производство все новые и новые изделия. Субтитры создавал DimaTorzok Пожелание одно – работать честно, верить в то, что мы делаем, и верить в сам завод, то, что он пришел на этот рынок, и пришел в эту жизнь, в наш завод, раз и навсегда. И мы думаем, что он останет, оставит даже в истории города, какую-то свою веху оставить. Потому что мы пришли не на один день, мы пришли навсегда, так скажем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Расскажите, пожалуйста, что с тобой сегодня представляет это производство у вас на БКЗ? Данная установка позволяет нам резать заготовки газом и плазмой У нее два резака, это плазменный резак, это газовый Плазменный резак, к нему подводится воздух Воздух превращается в плазменную дугу, создается плазменная дуга и происходит резко Плазмой можем резать листы толщиной до 25 мм Это очень экономически эффективное производство Потому что плазма позволяет резать очень быстро, качественно И плюс ко всему финансовых затрат нету, потому что резание происходит воздухом Воздух забирается из окружающей среды компрессором Газовый резак, это практически технология резания такая же, как и при ручной газовой резке Только все автоматизировано за счет системы ЧПУ самой машины То есть, так же подводится, как на ручной газовой резке подводится газ через баллон Но преимущество в том, что все автоматизировано и рез получается намного качественнее В отличие от ручной газовой резки Вот мы здесь можем на примере увидеть, что данный лист пришел нам из магазина И там они резали ручной газовой резкой И вот мы видим, какой грубый получается шов И до того, как у нас была эта установка, все газом мы резали вручную И все поверхности были такие И приходилось фрезеровать, то есть дополнительно вводить фрезерную операцию А вот здесь мы видим, уже на нашем предприятии мы применяли газовую резку на этой машине Вот этим резаком Качество поверхности намного лучше Соответствует классу шероховатости 12,5 по РА Что соответствует черновой фрезерной операции Плазмой мы режем листы преимущественно до 12 Потому что при резке большей толщины деталей получается угол Все, что толще 12, мы режем газ Плазма режет намного быстрее, чем газ Поэтому по возможности поменяем плазму Еще один вопрос Какие в основном детали у вас изготавливаются для производства трубопроводной арматуры? На данной установке? Да, конечно На данной установке мы смотрели полностью детали для шумоглушителя Здесь широкий ряд заготовок в арматурное производство В нашем изготавливаются тарелки, фланцы, планки нажимные Где какие-то детали обрабатываются, уже окончательная обработка происходит здесь Хотя раньше нам приходилось и сверление, и фрезеровку Какие-то потом, где требуется частота больше 12,5 РА Дополнительно обрабатываются, расферливаются, фрезеровываются и так далее Мы здесь абсолютно все заготовки, которые у нас получаются из листа, мы на этой машине делаем Это заготовительное производство? Это у нас заготовительное производство Все, что можно из листа делать, все абсолютно мы делаем здесь Все заготовки Это еще и качественно, потому что это намного лучше, чем отливка Получается, это все-таки как штамповочное у вас производство, кузнечно-прессовое Но это у вас именно из листа Я так понимаю, качественно, порядок выше, чем литье Это дает нам независимость от поставщиков литья То есть мы сами организовываем свое заготовительное производство Ну, я могу сказать как заключение, что мы сейчас видим действительно заготовительное производство И можно назвать Барнаульский котельный завод предприятием полного замкнутого цикла Начиная от заготовки, заканчивая конечной продукцией уже задвижкой Продолжение следует... Максим, расскажите, пожалуйста, что это за изделие и на чем оно было изготовлено Это изделие ЗАО БКЗ шумоглушитель Он применяется на трубопроводах для глушения шума, для понижения уровня шума Данное изделие почти полностью было изготовлено на установке газоплазменной резки Вот, и здесь мы как раз видим те возможности, которые дает данная установка Вот на примере данного уха мы видим, что оно было полностью изготовлено на установке газоплазменной резки Именно было получено плазменной резкой Мы видим отличное качество поверхности, как отверстие, как и наружной поверхности До этого она изготавливалась ручной газорезкой Приходилось фрезеровать, то есть еще опираться А отверстие получалось сверловкой А сейчас мы полностью все свели на один станок И при обработке плазмы получается очень высокая скорость обработки Плазменная струя дает очень большую скорость обработки И качество реза соответствует черновой фрезеровке То есть на тех изделиях, где не требуется частоты больше 12.5 по РА Нам достаточно только плазменной обработки Также все остальные детали практически все изготовлены Тоже на установке газоплазменной резки Вот самая трудоемкая деталь этого изделия – это решетка Но, к сожалению, ее не видно А там внизу в этом изделии несколько решеток Как раз среда, когда проходит через них Происходит глушение пара за счет расширения объема И за счет прохождения среды через решетку Полное изготовление решетки для этого шумоглушителя занимало у нас раньше две смены С появлением нашей установки Все операции, кроме снятия фазок, нам удалось перенести на эту установку И теперь полная обработка решетки занимает у нас всего 4 часа То есть производительность возросла в 4 раза Скажите, пожалуйста, какие марки стали вы сегодня можете резать И какие применяются в ваших изделиях подобными На этой установке мы можем резать практически все марки стали Но у нас применяется в основном 0,9 Г2С, сталь 20 Вот применительно к этому изделию Здесь почти все детали из 0,9 Г2С Трубная сталь? Трубная сталь, да Ну, также эта установка, она позволяет нам резать и нержавейку Но там приходится применять, конечно, специальные электроды То есть эта широкоспециализированная установка Она позволяет резать любые виды стали В производственном цикле данного изделия Раньше было задействовано людей в 2 или в 2,5 раза больше, чем сейчас И в итоге мы теперь можем мобильно реагировать на заказы клиентов И делать вообще в кратчайшие сроки многие изделия В частности, вот данный шумоглушитель Редактор субтитров А.Семкин В этом году мы для себя запланировали поставить на производство Задвижки 150-200 Аналоги Чеховских задвижек И вода, и пар И, думаю, значит, в конце года они у нас Два типа размера были Обратные затворы Клапаны обратные Конденсаты отводчики Клапаны регулирующие Ну, что касается клапанов и затворов обратных Там линейку мы полностью запомнили То, что производил Сибэнергомаш И ту номенклатуру, которую производил Таганрог Вы знаете, что в Таганроге Норматурное производство тоже закрыто Они просто прекратили Решили, что достаточно норматурных Предприятий в России, которые производят Для них это не основное направление Поэтому Вся номенклатура у нас полностью закрыта На этот год Расширение номенклатуры по обратным клапанам У нас не планируется Что касается, значит, регулирующих клапанов Типа 6С Это клапан поворотного типа И по этому клапану Тоже Сибэнергомаш практически был единственным Его производителем Основное назначение этого клапана Это работа на РОВУ Как регулятор давления и расхода Вот По этим клапанам В последнее время Мы получаем Много вопросов Потому что До настоящего времени Очень много Клапанов типа 6С Идет, так скажем Подделка Контрафакта То есть Есть бренд Сибэнергомашевский 6С Который имеет свои конструктивные особенности И есть арматура Которая В очень большом количестве Была изготовлена Еще в советские времена Особенно заводом Который расположен был в Тимиртау В Казахстане Эта арматура Была рассчитана На низкие параметры До 16 кг На низкую температуру И конструктивные особенности Там у нее были таковы Что Седло В корпусе Запрессовывалось Сейчас Значит Это арматура В гаражах В мастерских На предприятиях Где нету Квалифицированных Конструкторских кадров Которые Глубоко разбираются В этой арматуре Эти корпуса Значит Каким-то образом Немножко дорабатывают Что-то там Ржавчину убирают И все это Пускают В реализацию Подмаркируют Клапаны 6С Проектантам Видимо Потребители Обращаются Говорят Вот у нас клапан 6С не работает Вы нам клапан 6С Не заказывайте Не вставляйте Там установки Куда-то там И так далее И вот мы Уже В этом году С несколькими Проектными институтами На эту тему Общались Мы пришли К единому мнению Это была Белоруссия Украина С Казахстаном По России По-моему Вопросов Не было Так что Вот Есть такие моменты Что касается Клапаны Типа 6С Что является Защитой Контрафакта Ну естественно Это главное Это есть номер Который у нас Зарегистрирован Каждое изделие Имеет свой Регистрированный номер И на каждое изделие Выдается паспорт В паспорте У нас есть Такая Деструктивная Наклейка Которую Невозможно Отклеить Заменить И она Номерная И если Значит У предприятия У какого-то Пользователя Нашей арматуры Есть Сомнения В том Кем Произведена Эта арматура Он нам Кусывает Этот паспорт Копию Этого паспорта Ксерокопию И мы Всегда Скажем Когда Где Она у нас Сделана Либо Это Полная Подделка Другого 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 Недавно Я не знаю Может быть Где-то Что-то Еще Приду Более Действие Но Мы Пока Ограничились Вот Этими Действиями Сохранена Полностью И Полностью Закрываются И Есть Расширение То есть Сейчас Значит У нас По клапанам 7С Клапаны Выпускаются На рабочее Давление До 45 Кг Сантиметров Квадрат Если Сибенаркомаш Выпускал Значит На Условное Давление Пу-40 И на Условное Давление Пу-25 То У нас Рабочее Давление 45 Температура 450 Значит Что это За клапаны И куда Они идут Это Опять же Было Сделано С Целью Возможности Замены Целой Целого Ряда Клапанов Выпускавшихся Чеховским Заводом Магнитического Машиностроения Какие Клапаны Это Значит 788 Клапан 111 Клапан 969 И Клапан 1203 Да Они Имеют Какие-то Конструктивные Значительные Вернее Конструктивные Отличия Есть Отличия Там И По Присоединению Есть Там Отличия И По Направлению Среды Так Скажем То есть Клапан Проходной У нас Угловой Но Тем Не Менее Значит Мы И В Каталоге Это Указываем И Судя Значит На Сайте Говорим О том Что Готовы Принять Участие Чтобы Доработать Конструкцию Присоединительных Элементов При необходимости Для того Чтобы Установить Наш Клапан Потому Что У многих Потребителей Возникают Безвыходные Так Скажем Ситуации Когда Они Не Могут Приобрести Клапан Выпускавшийся Или С трудом Выпускаемый Чеховским Заводом Энергетического Машиностроения Вот А по Параметрам Наш Наш Предохранительная Клапана Перекрывают Значит Кроме Того Значит Вот В этом Году Уже Сейчас У нас Конструкторы Занимаются Готовят Документацию По Клапану Аналогу Чеховскому 12.03 Это Клапан 150 На 200 Углового Типа На Давление Значит По Воде 2300 373 И По Пару Это 9.8 13.7 Мпа На Температуру 540 560 Это Тоже Острый Сейчас Востребованный Клапан Насколько Вы Знаете И Вот Этот Клапан Нами Решено Поставить На Производство Шумоглушитель С каждым Годом Все Больше Возрастает Потребность Шумоглушителя Выхлопа Пара Про Станции И вот Мы Уже Четвертый Год С Каждый Год Наращиваем Объем Поставляем Шумоглушители Выхлопа Пара В каталоге Имеется Такая Картинка Которая Дает Общее Представление Там Тоже Нет Каких Либо Характеристик Так Как Мы Поставляем Под Конкретный Заказ Снижение Шума До Требуемых Параметров По Снипам Это 85 Децидел Уже Подтверждено Были Здесь Представители Омска В Омске Работают Такие Шумоглушители Сейчас Значит Мы Поставили Поставим Оренгой Оренгой Эльдар Скайотец Значит Там Параметры Пара Могут Быть Как Правило Выше Не Поставляли Пока Не Требовалось До 140 Атмосфер Температура Пара До 570 Град Какие Минусы Все-таки Китайской Арматуре Очень часто Продлагают Нашим Проектировщикам Нашим Эксплуатационщикам Китайскую Арматуру На Вашем Опыде На Примере Вы Имели Опыт Испытывать Такую Арматуру У нас Был случай Что Нам Передавали На Исследование Китайские Вентиля Белу-20 И Белу-10 Запорные Вентиля Которые Сделаны Под Чехов Собранные Они Были В России А Комплектующие Все Были Китайские Мы Разрезали Эти Корпуса Исследовали Ихимию Исследовали Механику Значит Отдельные Элементы Надо Сказать Сделаны Неплохо Но Химия По Металлу Что Касается Ихм Корпуса Что Касается И Штока Затонного Органа Нашим Требованием К нашей Стали Типа 12ХМФ Которые Записаны В паспорте Кстати В соответствии С нашим ГОСТом Несоответствуют Есть Шток И Наплавка Тоже Несоответствуют Хотя Внешне Можно Сказать Что Состояние Такое Удовлетворительное Вполне Даже Где-то Привлекательное Особенно Мне Понравилась У них Маркировка Лазерная Маркировочка Такая У нас Ударная У них Лазером Циферки Все Такие Красивые Так Хотелось Сказать Как Вы Последние 3 года Уходили Отзаимно Туда Туда Уже Постоянно Наращиваем Применение Приводов Типа Бетро И Эти Приводы У нас Сейчас Наверное Являются Основными Пожелание Такое Получить Наконец Привод Тип В Бетро Который У нас Решил Ряд Проблем Потому что У нас Если посмотреть Все задвижки Практически У нас Перекрывают Момент Там 1000 1030 Ньютон Мы могли бы Смело Ставить Бетро Зная Что у вас Значит На Дажи Крутящий Момент Там Увеличены И так далее На сегодня Ставим Биум Который Две с половиной Тысячи Ньютонов На метр Дает И Как результат Имеет К сожалению От Нерадивых Потребителей То что Отрывают Стойки У кугеля Пробивают Тарелка Привод Сильно Да Привод Сильно В принципе У нас Если бывают Какие-то вопросы По Приводам Бетро То Надо сказать Что Бетро Оперативные Решают Многие Станции Допустим Где вы Были В Иркутске Недавно Были На Станции И В Казахстане Были Там На станциях Стоят В основном Тульские Электропривы Вот они К ним Привыкли Вот эти Бандуры Но они Ну они же Как их Вот он Закрыл А потом Ручечкой Докручивает Потому что Крутящий Момент Никакого Нажима Там Нет И он Своего Момента Который Там У него Заложен Он Не Дает А Мы По Другому Никогда Вот Сюда Закрыл Потом Бежит Ручечкой Докрутить Дозакрыть И Открывать Нужно Сначала Ручечку Покрутить Вручную Немножечко Открыл А вот Значит Кнопочку Нажимает И дальше Открывает То есть Ну это Не делай Это Вчерашний День Хотя Я был В этом Году На выставке В Москве На PCB Export Значит Там Тула Правда Ценники У них Очень сильно Выросли У них Интеллектуальные Привод Но они Все равно Все равно Основа У них Осталась Та же Самая Мы Значит По Общим Техническим Требованиям На арматуру Для тест Ну значит Арматура Идет Как правило До СДУ Больше 150 Она Класс С Значит Но При требовании Потребителя Класс А Мы Делаем Запись Что Она Испытана И подтверждена Испытаниями И обеспечения Класса Мы Обеспечиваем У нас Вся Арматура Выходит С нулевыми Протечками Мы Для себя Вот так Установили Что По Запорным Клапанам Что По Задвижкам Нулевые Протечки То есть У нас После Успытаний Протечки Будут Там 30 Миллиграмм Сколько Допускаются Когда У вас Протечки То есть Если Требуется Класс А Будет Класс А Выдано И подтверждено Нашим Паспортом Паспортом Все Что До Мюк Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы введем репортаж с производственной площадки Барнаульского котельного завода. И нам о производственном цикле сегодня поделится заместитель главного технолога Перфилев Максим. Здравствуйте, Максим! Расскажите, что сегодня представляет Барнаульский котельный завод и в данном случае планы модернизации? За последние несколько лет на нашем заводе произошли значительные изменения. В частности, в плане оснащения новым оборудованием. Сейчас мы видим итальянский станок фирмы Trevisan. Этот станок совмещает в себя расточной и фрезерный станок. И он позволил нам объединить сразу несколько операций. Вот, например, мы на этот станок перевели обработку этой детали. А до этого она обрабатывалась на трех станках. На токарном щепу обрабатывался средний патрубок, полная обработка. Потом на сверлильном станке обрабатывались боковые патрубки, отверстия. А на револьверном станке обрабатывались фаски. Благодаря этому станку нам удалось объединить три этих операции, вот конкретно на этой детали. А также, благодаря его высокой производительности, уменьшить штучное время обработки деталей. В итоге, в два раза снизилось машинное время обработки данной детали. И плюс, вместо трех операций стала одна операция на этой детали. И уменьшились временные затраты на транспортировку деталей от операции к операции. Но это только вот в этом случае. Также этот станок позволил нам на ряде деталей объединить несколько операций. И за счет этого снизилась трудоемкость изготовления ряда деталей. Плюс, этот станок позволяет, по сравнению с универсальным оборудованием, давать на два класса выше шероховатость, в два в три раза большую производительность за счет высоких режимов обработки и применение современного импортного инструмента. На данном станке присутствует ось У, которая позволяет делать расточку от планшайбы. Плюс, также здесь фрезерная ось, которая позволяет делать фрезеровку. Таким образом, это универсальный станок, который позволяет делать и сверлильные операции, и фрезерные, и расточные. То есть, во-первых, то, что у нас уже сейчас обрабатывается, есть широкие возможности по переводу с универсального оборудования на этот станок, что значительно снизит наши временные затраты, значительно повысит мобильность на нашу переналадку, и мы сможем в еще более короткие сроки изготавливать арматуру, ориентироваться на изменения в заказе различные. Также на этом станке существует точная обкатка деталей. Тут существует специальная лазерная индикация, которая фиксирует положение детали относительно стола станка, и таким образом происходит точное позиционирование деталей. В итоге обработка деталей получается точной, качественной и высокопроизводительной. На данном станке присутствует механизм сменной палеты. Пока обрабатывается деталь, мы можем установить новую заготовку, и в итоге совмещается подготовительное время с временем работы станка. И таким образом мы обеспечиваем максимальную загрузку станка и меминизируем время простоя станка. Завершилась первая операция обработки деталей. Мы видим, что качество обработки на данном оборудовании значительно выше, чем на универсальном оборудовании. Это достигается благодаря тому, что режимы обработки этого станка в разы выше режимов на обычных универсальных станках, плюс за счет использования высокотехнологичного импортного инструмента со сменными пластинками. При обработке используются сверла со сменными пластинками, резцы со сменными пластинками и фрезы со сменными пластинками. В отличие от инструмента с напаянными пластинками, которые используются на универсальном оборудовании. Как мы видим, здесь у нас есть магазин инструмента, 46 позиций инструмента, и здесь присутствует разноплановый высокотехнологичный инструмент, сверла, фрезы, резцы расточные. Специально под задачей нашего предприятия, итальянскими инженерами был разработан, вот, например, специальная фрезерная головка. Она применяется нами для фрезеровки направляющих в задвижках ДУ-150, ДУ-200. Таким образом, мы благодаря вот этому инструменту смогли перенести строгальную операцию на этот станок, то есть совместить ряд операций. Также итальянскими специалистами были разработаны расточные головки специально под наши изделия. Вот здесь мы видим несколько расточных головок, которые специально под чертеж детали задвижка ДУ-150 были разработаны и применяются нами. В настоящее время станок полностью работает, полностью налажена работа данного оборудования. И вот мы видим готовые детали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максим, благодарим, что Вы рассказали о Вашем флагманском станке сегодня. А расскажите, какие преимущества сегодня дало Вам это оборудование в итоговом варианте? И какие типоразмеры арматуры сегодня Вы можете на нем обтачивать, производить? Преимущества заключаются в уменьшении времени обработки деталей. Вот, в частности, задвижка ДУ-150 обрабатывалась на универсальном оборудовании на четырех станках. В суммарной сложности время обработки на четырех станках занимало 8,5 часов. А на этом станке удалось совместить все эти операции. Теперь время занимает 3,5 часа. Плюс, за счет того, что вся обработка стала произойти на одном станке, и исключилось время транспортировки от станка к станку, что тоже значительная экономия времени в итоге образовалась. Плюс улучшение логистики деталей. И все-таки, возвращаясь к вопросу типоразмеров, таких ДУ по миллиметрам условного прохода сегодня Вы обрабатываете. Расскажите о линейке, насколько она широка? Ну, в первую очередь мы освоили ДУ-65, запорные корпуса, потому что мы стараемся в первую очередь передавать на этот станок наиболее массовые детали. Плюс задвижки ДУ-150, ДУ-200. И на очереди у нас сейчас вентиль запорный ДУ-80. А планируем мы охватить достаточно широкий диапазон деталей, чтобы, во-первых, полностью загрузить этот станок, для того, чтобы он работал с максимальной отдачей. Ну и плюс для того, чтобы сократить время изготовления деталей, снизить себестоимость, повысить качество обработки деталей, потому что на этом станке на два класса выше частота обработки. Ну и для того, чтобы сделать наше производство более мобильным и более высокотехнологичным. Конкурентоспособным. И более конкурентоспособным. Правильно. Продолжение следует... Мы сейчас находимся в термической лаборатории нашего завода. Практически все детали, изготавливаемые на нашем предприятии, проходят термическую обработку. Часть деталей проходит первичную термическую обработку, перед механической обработкой. Часть проходит после механической обработки. Также наплавные детали проходят обработку после наплавки, для снятия напряжения. Вот, я держу в руках наплавленную тарелку. После наплавки она прошла термообработку. То есть, к деталям, изготавливаемые нами, существуют требования, особенно к ответственным деталям, требования по термообработке, по качеству поверхности. Мы все эти требования выполняем. И, ну, в частности, термообработку, требования по твердости поверхности. Все это у нас выдерживается. Термообработка осуществляется в печах. Изделия характерные для термической обработки. Первоначально нарезаются детали необходимой длины. Проводят термическую обработку, то есть закалку. С опуском получаем необходимую твердость этих деталей. После этого на ЧПУ предводят расточку предварительные образца. После этого на сварочных автоматах наплавляется рабочая часть конуса. Для получения необходимой твердости именно оплавленного слоя и снятия напряжения после сварки проводят отпуск деталей. И в дальнейшем уже чистовая обработка на тонках ЧПУ и карбонитрация этих изделий. На всех этапах изготовления идет контроль. Термические в частности идет контроль твердости поверхности. Твердость дается конструкторским отделам. Данные печи позволяют нам в точности выполнять требования по твердости, заданные в конструкторских чертежах, а также в технологических чертежах. И в итоге детали изделия получаются требуемых характеристик и требуемых структур, механических смыслов. Управительное кольцо также наплавляется на автоматах и проводит снятие напряжения термической обработки. То есть отпуск для снятия напряжения и получения необходимой твердости. То есть режимы подбираются для каждой детали, для каждой наплавки свои. После обработки механической проводится ультразвуковой контроль поверхности наплавленного слоя. То есть появляется наличие пор, трещин и других дефектов. В лаборатории присутствует все необходимое оборудование для проведения нужного контроля. Измерение твердости, проверки дефектов, ультразвуковой контроль, МПД, магнитно-порошковая дефектоспокопия. То есть мы не только изготавливаем детали требуемого качества, но у нас есть все необходимое, чтобы проверить это качество. Субтитры создавал DimaTorzok Максим, расскажите пожалуйста поподробнее о участке мехобработки станков ЧПУ. На данном участке находится в станке ЧПУ один обрабатывающий центр, который сейчас перед нами. Этот обрабатывающий центр позволяет нам выполнять сверлильные операции. Нарезание резьбы, фрезерование, росточка. То есть практически все операции, которые выполняются на универсальном оборудовании. Вот сейчас перед нами деталь седло. Этот станок позволил нам совместить фрезерную и сверлильные операции. То есть за одну установку происходит фрезеровка и сверловка отверстий, что позволяет нам добиться точности взаимного расположения поверхности отверстий и фрезеровки. Раньше это выполнялось на двух станках. И аналогичным образом выполняется обработка других деталей. На примере детали бугеля нам удалось совместить фрезерную операцию и токарную. Также за счет высокоскоростной обработки на данном станке уменьшается штучное время обработки деталей. Мы провели анализ всех освоенных деталей на этом станке, анализ времени изготовления. И в среднем время изготовления на этом станке в два раза меньше, чем время изготовления на универсальном оборудовании. Кроме того, за счет больших режимов обработки и применения высококачественного, высокопроизводительного инструмента достигнуто более высокое качество обрабатываемой поверхности. По сравнению с универсальным оборудованием, класс чистоты на этом станке выше на два класса. На некоторых операциях мы можем уйти от шлифовки за счет точности. Можно заметить, что вот здесь мы видим много съемного оборудования. Расскажите поподробнее про него. То есть вот уникальные такие сверла даже. Да, вот специально для наших деталей у компании Skif мы заказали специальную фрезу. Фреза со сменными пластинками для расфрезеровки отверстий. Это стандартная фреза для торцевания. Мы применяем разноплановый инструмент, как фрезерный, как сверлильный. И в итоге этот станок высокопроизводительный, потом разнопрофильная обработка. И за счет многопозиционного магазина, который позволяет закреплять сразу много инструментов, мы можем осуществлять быструю переналадку с одной детали на другую. Мы вдобавок со всем новым оборудованием приобрели потенциальные возможности для изготовления новых деталей, новых изделий на перспективу. Скажите, какого типа и вида вообще серийная продукция здесь у вас производится? И сколько примерно уходит на заготовку одной детали по технологическому циклу? Некоторые номинальные детали у нас идут 10 штук, партия разовая. Некоторые больше тысячи. Субтитры сделал DimaTorzok Максим, продолжая рассказ о цехе числовых станков с числовым программным управлением, расскажите о токарных операциях, токарно-фрезерных, и в частности о подобных изделиях. Да, мы сейчас находимся как раз токарный станок с ЧПУ ЖА-3300. Он позволяет получать детали, которые получаются с токарной обработкой, но в отличие от станков универсальных токарных, у него происходит обработка на больших скоростях, на больших оборотах. В частности, максимальное число вращения шпинделя 3300 оборотов. За счет этого мы можем получать чистоту поверхности на два класса выше, чем при обработке на универсальном токарном станке. Вот перед нами деталь-тарелка. Это уплотнительная поверхность. При обработке на универсальном станке нам приходилось больше времени выделять на доводку данной поверхности. А при обработке на станке ЧПУ, благодаря большим режимам резания и высокопроизводительному инструменту, нам удается достигать качества поверхности, шероховатость РА-04. И доводка осуществляется уже в готовом изделии путем притирки. Вот здесь мы видим, что часть поверхности осуществляется в наплавке. То есть происходит обработка наплавки. Причем наплавка идет на наиболее ответственные поверхности. То есть там требуется наибольшая точность в плане геометрии, взаимного расположения поверхности. А также наплавка, она достаточно проблематична при обработке резания. Практически невозможно было бы раньше нам получать детали наплавные. А ЧПУ дает нам эти возможности. Вот здесь мы видим шпиндель. Это резьба 36 шаг 6 трапеция. До этого мы нарезали на токарном универсальном станке, затачивали резцы вручную. Здесь мы обрабатываем с применением импортного инструмента со сменными пластинками. Резьба получается значительно качественной. Благодаря тому, что вся обработка осуществляется по программе с ЧПУ, вся обработка происходит точно. По максимуму исключается человеческий фактор. Потому что на универсальном станке все это, все настройки каждый раз происходят вручную. А здесь один раз настройки по программе и все. Здесь мы видим, что весь инструмент применяемый на этом станке импортный. Вот на этом станке именно стоит инструмент фирмы САН. Какой съемок листов применяется на данном станке? На данном станке 10 позиций. То есть максимум можно 10 инструментов. Но на этой детали задействовано одновременно. Вот на этой операции один резец резьбовой. Токарный станок ЧПУ меньшего размера, чем прошлый, но не меньших возможностей. На данном станке обрабатывается деталь корпус ДУ-20, ДУ-10. Мы производим полную обработку среднего центрального патрука под наплавку и после наплавки. Данная операция была бы невозможна, просто невозможна на универсальном токарном станке без ЧПУ. Потому что обработка наплавки очень трудоемкая. В данном корпусе из-за того, что поверхность находится внутри, невозможно на универсальном станке поймать геометрию и вручную настроиться на нужные размеры. Поэтому здесь на оборудовании ЧПУ, благодаря тому, что все осуществляется системой с ЧПУ, мы можем получать эти детали нужного качества, нужных размеров, нужной геометрии. И благодаря этому наши изделия надежны. Поверхность получается очень высокого качества, так же, как и на всех станках ЧПУ, классы шероховатости от 0,4 РА, что соответствует уже шлифовке. Здесь очень качественная резьба, очень качественная сальниковая полость, что тоже влияет на качество всего изделия, на его работоспособность. Ну и особенно, вот здесь, к сожалению, не видно, внутри находится седло, уплотнительная поверхность, самая ответственная поверхность этой детали. Данный станок полностью настроен под обработку вот этих деталей. На нем установлено приспособление типа двухкулачкового патрона. Но также у нас на данном участке имеется еще несколько таких же станков, точно таких же моделей, где установлены обычные токарные патроны. Ну, токарные патроны для станков ЧПУ. И там мы обрабатываем все детали типа вал, детали типа вращения. И вот такие станки позволяют нам получать детали сложной геометрии. Вот типа вот этих, то есть конуса, сферы. Субтитры сделал DimaTorzok Барнаульский котельный завод, которому сегодня исполняется 10 лет, представляет собой современное предприятие по производству энергетической арматуры. Изначально, 10 лет назад, когда было принято решение на базе коллектива, на базе тех наработок и опыта персонала, конструкторского, производственного Сибэнергомаша, создать предприятие, задумка была создать предприятие, которое будет производить арматуру лучшего качества, нежели производилась. Арматуру, которая востребована, арматуру, в конструкции которой будут учтены последние решения, последние новинки отечественного и зарубежного арматуростроения. Естественно, применительно к тепловой энергетике. За те 10 лет было сделано многое. Во-первых, создан коллектив. Работоспособный, инициативный и сплоченный. Второе, производственная база. Производственная база – это современное оборудование, которое базируется на оборудовании с числовым программным управлением. Это горизонтально расточные станки, это токарные обрабатывающие центры, фрезерные обрабатывающие центры, на которых сейчас изготавливаются все ответственные детали для нашей арматуры. Это высокая точность, это высокая частота поверхности, это гарантированное качество. При изготовлении деталей практически исключается человеческий фактор. Та основная причина, по которой происходит отклонение при изготовлении. Все программы разработаны специалистами, установлены, утверждены, и по этим программам работают наладчики и операторы станков с часовым программным управлением. Предприятие ни единого года не стояло на месте, будь то годы становления, будь то годы кризиса, или послокризисные, которые оказались не более легкими годами. Каждый год мы ставили на производство все новые и новые изделия. Сегодня это практически вся номенклатура Чеховского завода. Это вся номенклатура Сибэнергомаша. Если взять по типоразмерам арматуры, то это порядка 300 типоразмеров арматуры. Если взять в процентном отношении от арматуры, выпускаемой для энергетики в России, то мы занимаем нишу в размере где-то около 8% по объему выпуска количества арматуры. Это немало для такого предприятия, как наше. У нас всего работает 200 человек на сегодня. Но мы не остановились. Мы продолжаем развиваться. Год от года мы отрабатываем новые планы технического развития, в которых учтены новые разработки конструктивные, в которых учтены наращивание производственных мощностей за счет самого современного передового оборудования, в которых учтены современные методы контроля и испытаний нашей продукции, испытания по подтверждению характеристик ранее созданного и модернизируемого оборудования. При взаимодействии с потребителем главное наше кредо – это требование потребителя, для нас закон. Базируясь на этом требовании, наверное, предприятие не сможет быть убыточным, не сможет быть невостребованным на рынке. Поэтому наша продукция на сегодня востребована, поэтому мы конкурентоспособны. Если рассказывать о каких-то конкретностях, о каких-то людях, то надо, естественно, отметить неоценимую заслугу генерального директора гаммера Александра Эдуардовича, который у нас имеет опыт работы главного конструктора на Сибэнергомаше, многолетний. Это производственный опыт Куренского Юрия Александровича, это огромный опыт технолога, главного технолога нашего предприятия, Зудилова Александра Петровича, это и многие другие, без которых на сегодня наверняка не было бы предприятия, которое мы имеем сегодня. Коллективу хочется пожелать сохранять свою боевитость, сохранять свой настрой, нацеленность на достижение новых целей и уметь преодолевать все трудности, которые постоянно появляются на пути освоения новой продукции, на пути повышения качества, на пути повышения удовлетворенности нашего потребителя.